Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Водители пассажирского транспорта на особом контроле региональных автоинспекторов. Вопрос кладбища для димитровградцев опять актуален. Ульяновцев приглашают на уникальную Иоланту. Здравоохранение в приоритете. Ульяновская общественность обсудила бюджет на 2020 год. Ульяновская область готовится принять главный финансовый документ на следующий год. В законодательном собрании прошли публичные слушания бюджета. Они вызвали большой ажиотаж у общественности. Выделенный малый зал заседания с трудом вместил всех желающих. Бюджет региона представляло правительство. В целом основные параметры у нас сложились следующим образом. По доходам бюджет составил 64 миллиарда рублей. Это плюсом полтора миллиарда к бюджету 2019 года. Расходы 61,3 миллиарда рублей. Своё заключение по областному бюджету сделали представители экспертного сообщества. Экономисты отмечают рост доходов в казну и ряд других важных обстоятельств. Основная доля во всех расходах это все-таки социальная направленность, выполнение региональным правительством всех своих обязательств социального характера, направление расходов на рост заработной платы. Хотя, конечно, на мой взгляд, в регионе заработная плата должна расти более быстрыми темпами. Вызванный ажиотаж неудивительен. Сейчас распределяются только основные параметры бюджета. Будет внесено еще много правок и дополнений. Поэтому представители каждой отрасли и простые граждане пытаются обозначить наиболее близкие им проблемы, на которые нужно направить деньги. Отвечая на вопрос, что в социальном блоке будет приоритетным, депутаты сходятся в едином мнении. Ну, однозначно, это здравоохранение. Это то, что обсуждается практически на каждом комитете. И сегодня комитет по бюджету, когда проводили, тоже касались этого вопроса, о том, что в Министерстве здравоохранения между первым и вторым чтением будет выделено еще и дополнительное финансирование за счет средств федеральной субсидии. Ждут поступления денег во многих учреждениях здравоохранения области. В Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова ведутся большие ремонтные работы. Для этих целей заключено два двухгодичных контракта. Поэтому от бюджета мы, естественно, ждем денежных средств на продолжение наших ремонтных работ. Мы ждем помощи нам в лекарственном обеспечении как для льготной категории граждан, так и для пациентов, которые у нас лечатся в стационаре. Своё видение приоритетных направлений есть и у депутатов Ульяновской городской думы. Коллегам из ССО Николай Лазарев предлагает направить дополнительные средства на приведение в порядок ливневок и дворов, а также профинансировать программу благоустройства областного центра. У нас в Ульяновске очень большая работа проделана, комфортная городская среда, которая работает программа Ульяновской области. Естественно, есть и критика. Мы работаем над этой критикой, пожелания жителей учитываем. Председатель городской думы Илья Ножечкин также обратил внимание на необходимость увеличения средств на проведение благоустройства в Ульяновске. Выделение дополнительных средств поможет ускорить темп приведения города в порядок. Жители активно участвуют в благоустройстве. Мы проводим совместные субботники, дни соседей, мы высаживаем кустарники, новые деревья. Помимо того, что обновляются проезды, тротуары, заменяются бордюры, конечно же, обновляется и озеленение. Жители, в свою очередь, заказывают новые детские площадки, где-то мы помогаем их устанавливать. Это вот такая большая командная работа. А депутат Андрей Князев передал парламентариям наказы от своих избирателей. Я предлагаю позаботиться о бульянских пенсионерах, оказать им помощь и сделать для них проезд на электротранспорте города бесплатным. Эти люди много поработали в своей жизни, и я считаю, что они заслужили право передвигаться по нашему любимому городу бесплатно. Главный финансовый документ области разрабатывался с мая этого года. Он был единогласно поддержан на совещании правительства 30 сентября. Проект бюджета планируется рассмотреть на заседаниях законодательного собрания. В первом чтении 23 октября, во втором 20 ноября. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ. Особенным деткам особое оборудование. Школа-интернат номер 89 получила 7 миллионов рублей, и это неспроста, так как здесь учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья. Что произошло в учреждении в этом году? Подробнее в материале нашего корреспондента. Школьники шьют наряды, ухаживают за цветами и печатают плакаты. Такое расписание по душе каждому ребенку, но есть оно не во всех учебных заведениях. Особенные воспитанники 89-й школы-интерната не лишены подобных радостей. Дополнительные предметы введены не только ради развлечения. Улучшение здоровья и профориентация – это главные плюсы приятного досуга. Мы сотрудничаем с нашими колледжами. И вот, например, швея и работник зеленого хозяйства есть у нас техниками дизайна. В этом году в классах появится новое оборудование. В ботаническом теплице, в швейном – вязальные машины. Также пополнение ожидается и в общеобразовательных аудиториях. Интернат попал в программу «Современная школа» и получил материальную поддержку от Федерального центра. В 2019 году Ульяновская область стала победителем в конкурсном отборе по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья национального проекта образования. В этот проект вошли 9 коррекционных школ и школных интернатов. Школа получила 7 миллионов рублей. Со следующего года в течение трех лет стандартные классы будут превращаться в ультрасовременные. Как утверждают специалисты системы образования, с новым оборудованием программа предметов будет намного интереснее. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ. В Ульяновской области проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Автобус». В ходе комплекса проводимых мероприятий инспектируется городской, пригородный и междугородный пассажирский транспорт. Автоинспекторы проверяют техническую готовность транспортных средств, исправность запасных и аварийных выходов, обращают внимание на установку дополнительных мест, осуществляют контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, а также прохождение ими обязательного медицинского осмотра перед выходом в рейс. Проверки проводятся уже несколько дней и планируется, что закончится к 25 октября. В здании пустующей школы появится ФАП, а вместо устаревшего стационара – современный центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это в рамках модернизации учреждений соцсферы Старокулаткинского района и города Ульяновска. Подробности у Натальи Чумаченко. Сегодня в конференц-зале Департамента соцзащиты собрались представители специальной комиссии для решения ряда важных вопросов. Конкретно обсуждали модернизацию учреждений соцсферы Старокулаткинского района и города Ульяновска. У нас на сегодняшний день из четырех вопросов, которые выносятся на наше обсуждение, три, которые мы уже с вами рассматривали, и комиссия приняла решение отправить на доработку определенных моментов для того, чтобы уже окончательно определиться по каждому из вопросов. По теме согласования ликвидации филиала Стромостякской средней школы в селе Масеевка и ликвидации Новоземницкой начальной школы с последующим созданием дошкольной группы в селе Новые Земницы выступил первый заместитель главы администрации Старокулаткинского района. В первую очередь Ильдус Хасанов сообщил, что за оптимизацию в двух селах выступили сами жители. Это подтверждается сходом граждан и подписанными протоколами. Главный аргумент – родители хотят, чтобы их дети получали современное и качественное образование. Так, на учебный год в филиале Стромостякской средней школы в Масеевке на обучение осталось 9 детей. Их родители хотят возить школьников в Стромостякскую среднюю школу за 10 километров от села, но чтобы учиться с другими ребятами. А в здании филиала средней школы после модернизации переедет местный ФАП и появится центр долголетия для пожилых граждан. Вторым вопросом разбирались с Новоземницкой начальной школой. Ее, как выяснилось, попросту некому посещать. Дети перешли в среднюю параллель и их возят в соседнюю школу. После закрытия началки сотрудники будут трудоустроены. Здание остается объектом социального назначения. Там появится дошкольная группа детского сада «Гульчачак» для пяти малышей. Решение комиссии принято, я считаю, так правильным. Факт то, что всего на селе Новоземницы посещают детский сад всего пять человек. Поэтому я считаю, что группа, которая будет работать в муниципальном образовательном учреждении «Гульчачак» и дети качественно будут обучаться, соответственно, с английским уклоном, изучением татарского языка. Следующий вопрос касался передачи здания стационара детской городской клинической больницы, расположенного на улице Ефремова, 36, в оперативное управление реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья под сону. И, как говорится, постоянно бывают на мероприятиях, то есть 3-го числа был на мероприятии, полностью подтверждая, вот 60 или 70 человек, которые были эксперты со всей Ульяновской области, и дети, родители, безусловно, однозначно все единогласно высказали за то, чтобы объединить вот эти, соответственно, два лечебных учреждения. У нас сегодня уникальная ситуация, и я считаю, что вообще это решение нужно было принимать, положительное решение по объединению еще год назад. Ежегодно в центре подсонных получают услуги 600 детей-инвалидов и молодых инвалидов, а потребность услуг составляет около 1200 инвалидов в год. В итоге периодичность предоставления услуг в дневном стационаре составляет один раз в 6 месяцев, в круглосуточном стационаре один раз в 2 года. Этого, к сожалению, как отметили участники заседания, недостаточно для закрепления и поддержания положительных результатов после курса реабилитации у пациентов. За счет дополнительных площадей и здания стационара детской городской клинической больницы возможно оказание дополнительных услуг подсолнухам населению и охват большего количества получателей социальных услуг. Революционному центру подсолнух действительно не хватает площадей. Потенциал есть огромный, но уместить всех в одном маленьком здании это просто практически невозможно. Поэтому было принято решение и предложение перевести пустующую на данный момент больницу, которая находится на Ефремово 36, под ведомство реабилитационного центра. Местные жители сначала высказались против такой передачи, однако, когда узнали суть вопроса, практически единогласно поддержали идею. Следующее заседание спецкомиссии решено начать с обсуждения вопроса организации работы коллектива стационара детской городской клинической больницы, расположенного на Ефремово 36. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улл Правда ТВ. Вопрос кладбища для димитровградцев опять актуален. Если раньше против строительства погоста под окнами жилых домов выступали жители поселка Дачный, то теперь на смену им пришли недовольные грядущим соседством жители Курлана и Бригадировки на территории Меликесского района. Во вторник в селе Бригадировка состоялись публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки генерального плана в отношении земельных участков Курлана и Старосахчинского поселения. Проще говоря, речь шла о возможном размещении на территории близ Курлана, кладбище которого так ждут жители Димитровграда. На публичных слушаниях, которые прошли, мягко сказать, бурно и чуть не были сорваны, побывала и съемочная группа портала Димград-24. Небольшой зал администрации села Бригадировка полон. Здесь собрались жители Курлана, Бригадировки и Старосахчин. С самого начала встречи, когда еще только зачитывалась тема публичных слушаний, жители эмоционально высказывали свое мнение. Я вас перебиваю. Меняйте порядок наших публичных слушаний. Это мое воле изъявление. О воле изъявления большинства собравшихся выражалось в том, что жители против организации кладбища близ Курлана. Никаких аргументов и мнений администрации Меликесского района собравшиеся не слушали. Может, жители сел и так хорошо знакомы с информацией, а может быть, слушать и слышать людям уже не хотелось. Публичные слушания, которые являются обязательной процедурой перед принятием решения о застройке, находились под угрозой срыва. Жители еще до проведения собрания написали письменное обращение, в котором выразили свой отказ от строительства кладбища на Курлане. Глава нашего, глава Меликесского района, своими устами сказал, что к нему обращался председатель городской думы Александр Петрович Ерышев с непосредственной просьбой сделать кладбище на Курлане. Но созвонившись с Александром Петровичем, он отрицает эту версию полностью. Кто прав, кто виноват, за криками и не разберешь. Одно понятно, что проблема нехватки мест на городском кладбище переросла в проблему строительства новых и расширения уже существующих погостов на территории Меликесского района. Возникают у нас определенные вопросы, возникают определенные проблемы, потому что количество мест захоронения, оно стремительно уменьшается. Одна из причин уменьшения мест захоронения, именно это заключается в том, что проблемы в Димитровградском городском кладбище. Вопрос о строительстве погоста еще не решен. Этому предшествуют различные экспертизы, создание проекта и его утверждение. Как бы то ни было, публичные слушания признаны состоявшимися. Все за и против были внесены в протокол собрания. Что последует далее и быть ли кладбище на Курлане, мы будем следить за развитием событий. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Собрались, поговорили между собой и разошлись. В Димитровграде продолжается череда депутатских отчетов. Ежегодное мероприятие для парламентариев из Гордумы третьего созыва бьет рекорды по востребованности у электората. Вечером 15 октября во дворце книги должен был пройти отчет сразу шести депутатов по единому избирательному округу. В итоге и народ не пришел, и депутаты не все захотели отчитаться. Сбор был назначен на 17.00. К этому времени пришли лишь пять депутатов из шести заявленных. Единственная женщина-депутат Димитровградской думе Ангелина Мальцева почему-то не явилась. О причинах своего отсутствия она не соизволила сообщить ни аппарату Гордумы, ни спикеру Александру Ершеву. Не исключено, что побоялась вопросов относительно уголовного дела по статье «Мошенничество», по которой даме предъявлено обвинение. Собственно, горожане тоже не особо захотели слушать отчеты своих депутатов. Первый человек подошел к разговаривающим между собой слугам народа лишь через 40 минут после начала мероприятия. Причем слушать отчет он не хотел, а просил разобраться в сложной ситуации. По словам Димитровградки, у него возникли проблемы с пропиской муниципальной гостиницы «Черемшан». Спокойно совершенно жила после того, когда мне сказали, что мне не дали простой документ. Они сказали, что у меня не прописаны. И мне было не очень хорошо, не очень комфортно там находиться, потому что я не бомж, я не алкоголичка где-то, меня не в мусоре нашли. Я себе сказала, почему я должна так ходить? По их причине, по их ошибке. Единственное, что могли сделать депутаты в данном случае – попросить подождать. Таким образом, фактически вопрос женщины так и остался без ответа. Еще один заявитель пришел к депутатам также для решения своей проблемы. По словам дамы, сосед перекрыл пенсионерке доступ к водоему. Он изменил русло реки. Река была на расстоянии 50-70 метров от меня. Берег был. Он это все сгреб, как теперь вы по-другому, другим языком выражаетесь. А цыпку сделал. К моему участку. Не к своему, потому что у него такой узенький участок, а у меня как бы вот так он идет. Ширь. Он к моему участку это все. Теперь берег отсекли, пролив сделали. Берег он отсек и сделал искусственный остров на нем. И я возьму этот остров в аренду на 49 лет. Этот вопрос депутаты взяли на контроль. Собственно говоря, на этом отчет депутатов и был завершен. Точнее, не состоялся вовсе. Отчитываться было некому. Кемран Кичемайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управда ТВ. В Большом зале Ленинского мемориала 20 октября солисты ведущих оперных театров России. И Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» представит в концертном исполнении оперу Петра Ильича Чайковского и «Аланта». За дирижерским пультом выступит главный хор-мейстер Большого театра, народный артист России Валерий Борисов. Подробности у Ирины Антоновой. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» впервые за долгие годы исполнит знаменитую оперу Иоланта великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Сейчас идут первые репетиции, пока без оперных исполнителей. Дирижирует оркестром главный хор-мейстер Большого театра, народный артист России Валерий Владимирович Борисов. Она вообще уникальна, Иоланта. Она уникальна по своему строению, по характеру оркестровки, по характеру взаимодействия между собой оркестра и солирующих голосов. Представляет огромную трудность для дирижера и для оркестра в смысле освоения всех вот этих вот тонких граней переходов, темповых. Буквально может меняться темп из одного такта в другой и возвращаться обратно. Иоланта – последняя опера Чайковского. Ее премьера состоялась 6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра. И с тех пор она не сходит со сцены. 20 октября в Ленинском мемориале вместе с солистами ведущих оперных театров в постановке примет участие хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета под руководством заслуженного работника культуры России Ларисы Филяниной. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости, Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптика, 18 октября в регионе ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем удержится на отметке 12 градусов по Цельсию. Ветер западный – 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта «Театральное Приволжье. РФ». С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер – от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА